Эстенейшин, ноу, ноу, тын-тын, тын-тын, ребята, здорово-здорово, меня зовут Евгений, вы на канале Коршун из Санкт-Петербурга, поговорим мы сегодня о деньгах, о накоплениях, о ипотеке, о покупке валюты, в общем, тема денег, затронем ее сегодня прям по максимуму. У каждого моего зрителя и у меня также существует правило, с каждого прихода денег мы с вами обязаны, что? Немножко покупать валюты, поэтому сегодня идем в центр города, чуть-чуть, ребят, совсем маленькую крошечку купим, но купим юаней и положим денег на ипотеку. Почему мало кладу, сразу предупреждаю, кто не смотрел мои прошлые видео, у меня проблема с котом, заболел маркиз, ветеринарка дело не дешевое, даже скажу так, что очень дорогая, 25 тысяч выскочила и до конца кот не вылечился, ну ладно, это тема отдельного ролика, и вместе с тем, ребята, несмотря на эти вот финансовые трудности, я все равно иду и покупаю валюту. Благо, в Петербурге закончилась эта проклятая зима, ребят, все, снег растаял, да, немножко прохладно и вместе с тем уже чувствуется весна, уже природа оживает и, в общем, мы с хорошим настроением с вами идем в центр города, да. Помимо основного правила, есть еще подпункты, соблюдая которые, вам будет легче, да, легче накопить, легче, проще прийти к своей цели. Первое, да, делайте все быстро, то есть, допустим, мне пару дней назад пришел аванс, я работаю и сегодня, в свой первый выходной день, я не решаю какие-то дела, хотя их много, их, как всегда, куча, да. Я лечу, лечу покупать валюту, класть на ипотеку, а после, когда уже все, этот вопрос будет закрыт, я смогу решать остальные не менее важные дела. Однако, самый важный момент, да, делай быстро, то есть, пришли деньги, валюта, 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 ипотека, ипотека. И, конечно, в комментариях не надо мне рассказывать, что у вас кредиты, что у вас алименты, что у вас маленькая зарплата, что вам и так не хватает. Еще раз говорю, без исключения, все вы должны покупать немножко валюты, тогда у вас получится по-любому, по-любому прийти к какой-то цели. Друзья, я специально иду дворами, не так шумно, нет машин, нет этого жуткого трафика, удобнее снимать, да, лучше качество звука. Второй очень важный момент, если вдруг вам понадобятся деньги, всякое случается, да, и вот, допустим, у меня кот заболел, либо что по акции ваш кот увидел, вы эту валюту должны, скажем так, вернуть, обменять обратно через какие-то трудности, то есть, она должна лежать у вас где-то в банке на счете, и не онлайн, что ты зашел в телефон быстро и как бы потратил, нет, если вам действительно мне понадобятся деньги, мне придется ехать в центр города в будний день, оставить там небольшую очередь, и тогда я смогу поменять валюту, но тем самым я даю себе немножко время подумать и принять верное решение, а действительно нужны ли мне эти деньги, потому что, ребята, коплю я не просто так, как с круч-магдак сесть на эти золотые монетки и сидеть и жизнерадоваться, у меня есть определенная цель. В декабре я очень сильно хочу, поэтому и стараюсь, поэтому и хожу на Лиговский проспект в центр Петербурга, я хочу поехать отдохнуть. Я из-за этой гребаной ипотеки уже 6 лет не видел море. Кто-то из вас наверняка спросит, скажет, Женька, ты же живешь в Питере, тут финский залив, чем тебе не море, плавай, купайся, радуйся. Ребят, не надо вот придираться, я хочу нормальное море, теплое, с фруктами, с солнцем, в общем, в декабре хочу в Таиланд, да, вот. И ради этого я реально готов ползком, но добираться до обменника и покупать валюту. Слушайте, сколько лет здесь хожу, впервые вижу какую-то деятельность вот на этом участке. Получается, окта впадает в Неву, да, а вот это, скажем так, вот этот пятачок, он принадлежит Газпрому. Они здесь хотели небоскреб строить, но потом активисты его, в общем, не дали это сделать, и в итоге много-много лет этот пустырь здесь стоял заброшенный, даже деревья выросли. Смотрите, опять приехали строители, опять что-то делают, видимо, видимо, скоро начнется глобальная стройка. Ну ладно, я вас в своих видео буду держать в курсе, что-то происходит, окей. У нас такая сегодня комбинированная прогулка, плюс я же иду и вспоминаю, какие вот пункты, правила помогают мне не сдаваться и копить, копить, копить деньги. Следующий, ребят, момент, у вас обязательно должен быть доп. доход какой-то. Я, конечно, вас мотивирую становиться блогерами, потому что это реально приносит деньги. Деньги, деньги, хорошие, хорошие, небольшие, вместе с тем, ребята, поддержка неплохая. Есть и вдруг вы, ну, есть люди, которые говорят, Женя, я не могу быть блогером, не могу, не мое, не нравится. Мы живем в 21 веке, в интернете куча подработок, дизайнеры, там, обложки, ребят, ну, вы же что-то умеете делать лучше других, однозначно. Ну, попробуйте, вот, заработайте. В любом случае, и вот эти денежки кап, 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 в копилочку, 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 и дай бог с вами в декабре будем вместе есть маленькие бананчики на пухете. Такие вкусные, вкусные, ребят, ах! Мое любимое место в Санкт-Петербурге, река Нева, боже мой, какая она красивая, да? На это, на это можно смотреть бесконечно просто, на вот эту прелесть, да? Моя прелесть! Боже мой, Петербург какой ты красивый. Так, ладно, полюбовались. Идем с вами дальше. Друзья, скорость в Санкт-Петербурге наступит белые ночи, да, вы в реальности вживую можете увидеть вот эту красоту. Да, это не нейросети, это не обложка, это реально, да, вот есть такое очень красивое место на земле, оно называется Санкт-Петербург. И ваш кошел здесь живет уже 13 лет. Если, друг, не знаете, где становиться, пишите мне мой телефон, ватсап, телеграм внизу, я помогу сконнектиться с собственником, который создает квартиры посуточно рядом со станцией метро Беговая. Вот такой район. Пишите вы мне, ребят, никакие посредники, только я с вами общаюсь. Слушайте, а что такое, набережную перекрыли, вон полицейская машина стоит, никого не пускают, да, и с этой стороны тоже вон ДПСник стоит, никого на набережную не пускают. Наверное, кто-то будет ехать важный, да, скорее всего. Здесь же Смольный рядом находится. Вот бедные люди, представляете, вот едешь, 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 но херак, все, дальше дорога закрыта. И что делать? Ну, приятного мало. Вы знаете, я вот иду и думаю, что еще меня мотивирует покупать валюту, да, ну и вообще, работать, снимать видео, да, стараться, к чему-то стремиться. Я еще нахожу вот эту энергию, вот это вот, знаете, желание что-то делать в том, что не хочу покупать самое дешевое. Условно, если ехать, то не какой-нибудь задрипозной авиакомпании, сам-самый такой эконом, в гостиницу две звезды, нет. Я распланировал себе там поездку, вау, эмирейтосом, выхожу в Дубай, у меня классная гостиница, там арендую байк, хожу в кафе. То есть, понятно, ребят, это прям вау, потолок, у меня, конечно, столько денег нет, и я вот теми темпами, которые я сейчас откладываю, скорее всего, не накоплю. Однако, сам факт, я у себя в голове держу мысли, что я хочу себе самое лучшее, и поэтому я коплю, 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 понимаем, да? То есть, мы, если уже цель эту поставили какую-то, то не лишь бы для галочки, да, там, условно, поехать в Таиланд, нет. Если ехать, то прям нужно, чтобы у меня аж пар с ушей ушел от удовольствия. Еще одна мысль, и все, отключаю профессора Корсуна, а что-то я сегодня такой прям умный-умный, да, ребят? Ладно, я коплю деньги, хожу, покупаю валюту, откладываю, откладываю, да, вот эти, увеличиваю свои накопления для того, чтобы потом в один прекрасный момент их потратить. Да, я искренне считаю, что сегодня в 2024 году нет надежного актива, куда бы я точно складывал, да, во что бы я конвектировал свои сбережения, и был уверен на 100%, что, что бы ни случилось, этот актив будет стабилен, и он меня спасет, не обанкротит. Ни валюта, ни недвижимость, ни золото, как показывает практика, да, при каких-либо ярких событиях, не являются 100% гарантом. Поэтому, чтобы в какой-то момент не проснуться с мыслью, что я столько времени потратил и оказался у разбитого корыта, чтобы вот это исключить, я для этого и коплю деньги, чтобы раз, пусть даже в год, пусть 5 лет, кайфануть, да, получить удовольствие, но настоящее удовольствие, которому я кропотливым трудом сам пришел. Кстати, мы с вами давно не ходили и не сдавали кровь. Скорее всего, я это сделаю где-то в июне, потому что я дни к отпуску тоже коплю, добавляю, чтобы путешествие было максимально длинное. Ну, ребят, не на два дня, шесть сутки лить. Ну, так как нам сегодня нужно снять деньги, да, и не только купить валюту, но еще и положить на ипотеку, немножко отворачиваем, зайдем в Невский центр, да, там есть банкомат и снимем наличку. Народа, как всегда, в центре пипец. Не люблю толпу просто. Вот так. У меня, кстати, после этих жутких событий в Крокусе немножко остался вот этот страх торговых центров, я прям захожу, начинаю нервничать. Ну, это вот мои особенности психики, вот, ребят, к сожалению, вот так. Поэтому, знаете, хочется желание быстрее выбежать прямо отсюда, уйти. Вот так. Нелюди, нелюди, твари, скотины, сволочи, как раз земля носят, кто вот все это сделал. Ну, ничего, много денег, конечно, есть, сегодня не снимаю, но чуть-чуть все равно продвинуть к своей цели, да. Видите, в ипотеке есть обязательный платеж, и тут хочешь, не хочешь, его платить надо. Я уже денег кладу на июнь, да, я обычно делаю на месяц вперед. В общем, пока, пока, скажем, нужную сумму я туда не положу, я буду класть по максимуму, да. Заберите, принято купюру, начинается уходе утро. С третьей попытки банкомат принял мои пять тысяч рублей. Все, ребята, быстрее, 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 отсюда делай ноги. Некомфортно мне в торговых центрах. Я понимаю, что больных людей много, и все, что угодно может случиться даже вот прямо на этом месте, ребят. Но сам факт, вот побоюсь в торговых центрах, вот, ничего не могу с собой поделать. Вот прям вышел, и сразу стало спокойнее мне. А распогаживается сегодня, я выходил прямо в шапке, холодный был, а сейчас смотрю, что какое-то солнышко выглядывает, и прям потеплело. Да, насколько быстро изменчивая погода в Питере. Буквально за час, вот, плюс несколько градусов, и уже можно снимать даже... Ну, куртку, конечно, рановато, но прям тепло. Иди, дай, 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 я бегу, 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 покупать валюту. Кстати, по поводу ипотеки, у меня нет вообще какого-то сожаления, сложности, типа жалко деньги класть. Я уже привык за пять с половиной лет регулярно перевозить туда деньги, поэтому я к этому отношусь, знаете, как коммуналку заплатить. То есть есть слово «надо», всё, с валютой должно быть то же самое, есть слово «надо», идём покупать. Чуть-чуть, но купим. Лиговский переулок, дом 6. Про это место я, кстати, у себя в Телеграме писал и рассказывал, как я его здесь нарыл, да, нашёл, откуда узнал, что здесь самый выгодный обменный курс в Питере. В общем, ребятки, всё, заходите, смотрите. Но дома тут страшные, штукатурка сыплется. Даже, скажу так, небезопасно явно отходить, что на голову, не дай бог, может что-то прилететь. Ну, доллар, евро у нас уже несколько месяцев стабильно. Ну, и там привык, плюс-минус рубль вверх, рубль вниз, но это незначительно. Пока валюта стабильна. Вот, видите, ребят, пришёл днём очередь. Пришёл бы утром, либо вечером, народа бы не было. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот что он стал немножко богаче. Так, ребят, сейчас быстро в банк пойду, положу деньги и дальше с вами продолжу наше маленькое путешествие. Так, всё, деньги положил. Я понимаю, что 100 юаней – это не та сумма, скажем, не такой большой шаг, чтобы даже снимать отдельное видео на эту тему. Ребят, не обесценивайте, пожалуйста, мои труды. Сколько смог, вот столько смог, столько положил. Лучше 100 юаней, чем 0, понимаете? В любом случае, я приближусь к своей цели, пусть даже на небольшой шаг. Слушайте, у нас вот в Петербурге была улица Думская, такая, знаете, клубное место было, и его закрыли. Я сейчас предлагаю погоду хорошую, прогуляться немножко по центру, дойти до этой улицы и посмотреть, что там сегодня происходит. Какой дом красивый, да? Вау-вау-вау. Я когда в Выборге был, снимал видео и сказал такую фразу, типа, ребята, какой красивый фасад. Вот я бы, если жил в этом месте, ходил бы здесь каждый день и любовался. И мне в комментариях написали, типа, Женька, через месяц-два обесценил бы и забил болт. Это не про меня. Мне бывает такое, понравится место, я могу специально кругами обходить, ну вот, чтобы пройти через этот дом и посмотреть на него. Очень люблю проходить по этому мосту. Ребят, по-моему, это фонтанка, но я могу путать, честно. Я вообще строгую историю. Вот это все, все-все-все-все, то, что сейчас, к чему я прикасаюсь, видела блокаду. Представляете, я могу приходить сюда хоть каждый день, стоять на этом месте и любоваться, любоваться, кайфовать. Когда-то я даже об этом не мог мечтать. Мне казалось, что это какие-то особенные люди, которые живут в Питере. А сегодня я сам здесь живу и имею такую возможность, и от этого получаю удовольствие. Ладно, идем с вами на Думскую, она совсем рядом. Это мы с вами проходим Академию Русского Балета. Здесь Волочкова, кстати, делала свои первые успехи. Там Александрийский театр, ребята. Ну, а мы двигаемся в сторону самой клубной, наверное, самой скандальной улицы Петербурга. А тут ремонтируют трамвайные пути и просто все встало. Вот бедная машина, она не двигается, она уже минуты три просто без движения. Все колонно стоит и все. Поэтому я, ребята, я и не автомобилист, я не хочу испытывать стресс в этих жутких пробках. Ну что, вот она, Думская. Что поменялось? Так, здесь был магазин 24 часа, продавали алкоголь. Причем продавали в любое время дня и ночи, несмотря на закон. Но, как видимо, видимо с клубами и закрылся и магазин. Не особо это выгодно стало здесь продавать что-то. А сейчас, смотрите, везде аренда, аренда. Это все были клубы, тут все прям тух-тух-тух-тух бомбило по вечерам. Особенно в пятницу, субботу тут было весело. Здесь тоже везде-везде были клубы. Я помню, мы после корпоратива всем коллективом сюда завалились. Тусили, по-моему, до часа, до двух ночи. Вот так, ребята. В общем, как видим, жизнь клубная ушла с этого места. Так, а это дверь скандального клуба. Прямо такого нашумевшего. Центральная станция. В общем, тут постоянно с ним были какие-то проблемы. Ну и в итоге, понятно, его тоже закрыли. Просто смотрите, там везде-везде окна чистые. А здесь так еще и граффити прям все разрисовали. Вот такие дела. Еще одно красивое место. Сто лет здесь в Ашкошин не было. По поводу Думской, вы знаете, отвечу вам так. Было время, была возможность. Пустил прям чуть ли не каждые выходные. Я скакал как козлик на этой Думской. А сейчас возможности нет. И как-то и нет желания. Ладно, друзья. На фоне символа Санкт-Петербурга. Ну, из большого списка символов. В Питере много таких знаменитых мест. Я вынужден с вами прощаться. Через пару дней жду вас все на канале. Ну и, пожалуйста, помните про правила. С любого прихода денег мы должны с вами покупать немножко валюты. Для того, чтобы давать себе возможность приблизиться к своей цели. И она у каждого из вас должна быть. Окей, все. Скоро увидимся, ребят. Люблю, обнимаю. Пока-пока. Пока.